Я сейчас задам вопрос относительно Хирошима-Нагасаки. Вы намерены разместить ядерное оружие по территории Беларуси? Президент Российской Федерации, господин Путин, вас попросил. И можно ли считать, что измененная 8-я статья от вашей Конституции позволяет это делать? То есть позволяет разместить ядерное оружие по территории Беларуси? Вы представители именно той стороны, где Хирошима-Нагасаки? Именно по этим городам подбросили атомную бомбу. Так вот, господин Канехира, я историк и очень глубоко изучал ситуацию Второй мировой войны. И очень хорошо знаю, кто нанес удар ядерный по Хирошиме и Нагасаки. Я знаю, и я хорошо знаю, что это не нужно было тогда делать. Война закончилась, это не нужно. Это был акт устрашения всей планеты. Надо было продемонстрировать, что у нас есть ядерное оружие. Вот причина удара Соединенных Штатов Америки по Хиросиме и Нагасаки. Отвечаю на ваш вопрос, чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой не было Беларуси. Я сказал, если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России. Господин Канехир, конституции и прежние, и нынешние к этому не имеют никакого отношения. Потому что по старой нашей конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и это. Мы не думали, и меняя конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада, и она пришла к вам, может быть, через ваша посольство в Беларусь. То есть, господин Канехира, я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах. Но все равно, если ситуация еще развивается, то придется, наверное, разместить ядерное оружие по территории Беларусь, если ситуация ухудшится. Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Не будет. Такой ситуации не будет. Не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие. Продолжение следует...